привет всем здравствуйте прямой эфир и я его провожу в ростове да у себя здесь на девятом этаже у нас сегодня будет такой знаете квест как сделать маникюр в сочетании зеленого и красного я поняла что никак поэтому мы будем делать отдельно зеленый маникюр и отдельно красный маникюр сегодня работаю двумя красочками это последняя такая мини коллекция которую мы выпускали вот совсем недавно два оттенка красный и зеленый сейчас поближе покажу будем сегодня работать кстати жидким камнем гель вот поэтому кого завалялся как раз достанете он вам пригодится золотым текстом сегодня поработаем по талию золотой поработаем приготовила кусочек вот добавим немножко слайдеров вот и маникюр будет красный а второй маникюр зеленый работая сегодня на типсах пока не готова спиливать эту красоту потому что прямо знаете вот давно не было такого что вроде маникюр не сильно яркий а я же люблю только яркие но мне доставляет просто колоссальное удовольствие потому что настолько вот эстетичный просто эстетика от мизинца до большого пальца как дела как настроение у меня здесь смотрите приготовила себе розу сегодня выходила когда из дома из дома шла на работу муж мне срезал розочку данности грустно мои розы розы остина вот эти огромные кусты два из них сдохли заболели видимо потому что я уехала я надеюсь что они сейчас выздоровеет в общем у кого есть какие фотографии заболевших роз остина люди поделитесь в директе потому что вообще не понимаю что с ними произошло они просто отвалились все листочки ну соответственно роз практически нет бутонов вот как-то так заболели и так сегодня у нас презентация двух красочек девочки уже проводили презентации с этими красками работали на разных площадках и имя фишу ворд инстаграм и вконтакте вот я сама еще этими красками не работала потому что у них не было поэтому мне сегодня очень захотелось именно этими красками поработать поехали тут у меня видеть красиво сегодня так вот розочку отсюда поставим сделаем красивый натюрморт все должно быть красиво ну что две краски красная и зеленая и смотрите красный и зеленый цвет вдвоем на одной руке плохо дружат они могут быть как акценты да например чуть-чуть красненького добавить к зелененькому как акцент бывает даже очень неплохо смотрится вот ну прям вот сочетать вдвоем лучше не сочетать ну прям слишком получается ярко оттенки я бы не сказала что они прям знаете вот яркие летние они подойдут как и для летнего периода также и для осень поэтому вот кто любит краски обязательно обратите внимание на эти два оттенка и я бы этими красками поработала именно осенью вот тем более зеленый цвет он все еще в тренде красная да бесспорная классика и здесь очень интересный получился цвет красного смотрите он вот такой я называю это ретро красный я вот такие красные оттенки называю ретро потому что он красный классический но он как немножко приглушен вот нельзя сказать что он такой знаете прям вырви глаз вот и это очень радует именно в красных оттенках такое встречается очень редко чтобы он был красный но при этом такой вот какой-то немножко глуховатый и чуть-чуть вот как может быть черный нет здесь черного нет мы когда колеровали здесь чисто красная паста идет составе но она просто имеет такой оттенок очень интересный вот зеленый холодный зеленый смотрите он не теплый холодный зеленый тоже симпатичный текст он золотой нам пригодится сегодня поталь поталь и жидкий камень гель жидкий камень гель у кого нет жидкого камня гель можно заменить любым скульптурным гелем но только таким прям вот очень пастозным густым густым вот мы будем работать жидким камнем гель декорации сегодня у меня апельсины все никак не могу с ними расстаться даже здесь помимо апельсинов лимон и еще и гранаты вот и вот такой вот слайдер называется джунгли есть интересные просто паттерны собранные в квадратах вот ну давайте вот с этого начнем смотрите вот этот слайдер конкретно он без белой подложки потому что куски очень большие и чтобы это все не отслаивалась такие слайдеры как правило производители производят на прозрачной основе поэтому если у нас паттерн цветной и идет например на весь ноготь либо вот таким большим куском рекомендуется приклеивать на белую базу чтобы не наносить белое покрытие гель-лаком не тратить на это время вы сразу берете белую базу а у нас самая белая из всех баз это эйсбэйс понятно что можно взять милк дан файбер базу но у милка милк есть милк понятно что если сделать высоту он будет такой белесый а если хотите чтобы не было большой толщины при этом прям белый-белый каркас получился то это эйсбэйс мы берем номер шесть ставьте плюсики кто любит красочки мы для вас приготовили еще осеннюю коллекцию красок я уже вот этот весь год говорю о том что скорее всего красочки мы будем убирать сейчас постепенно из ассортимента вот это приняли решение сейчас вот 22 году потому что сейчас не все так просто на рынке и ассортиментную линейку мы немножко сейчас хотим сократить вот и так как краски все-таки вытеснились гель-лаками хотя вас мастеров кто любит краски вас все равно еще очень много вот поэтому сейчас вышла вот эта мини коллекция из двух красочек дальше следующая коллекция у нас выходит осенние краски вот и я надеюсь еще мы выпустим новогодние краски дальше посмотрим но под вопросом это ассортиментная линейка вот поэтому сейчас пока не могу ничего сказать поэтому номер шесть единственно конечно останется в ассортименте альпийский снег черный тюльпан без этого никуда ну и конечно им паста останутся краски без липкости потому что мы для покрытия не используем мы их используем для росписи смотрите достаточно тонкий слой вообще нет моделирования ведь обычный тонкий слой и уже вот такая белая основа эфир обязательно сохранить девочки как же все выкладываем все сохраняем сейчас кстати кто любит смотреть на ю тубе мы сейчас активно начали выкладывать все ролики из контакта из инстаграм эми офиши ворд из моего аккаунта на youtube поэтому смотрите кто сейчас ну как имеет сложности с просмотром прямых эфиров здесь инстаграм или например вы здесь в инстаграм сидите а вконтакте тоже много кстати всего интересного мы показываем на минуточку вот мы сейчас завели туда новых экспертов тоже очень классных девчонок вот там много тем которые здесь инстаграм мы не показываем и сейчас у нас youtube наш канал мы его сейчас немножко хотим расшевелить мы туда консолидировано будем выкладывать со всех площадок все эфиры вот поэтому если хотите все эфиры смотреть одномоментно не заходить ни на какие площадки не рыться где что выложили заходите на youtube там все самое свежее со всех площадок будет выложено так как я и говорила джунгли очень интересно они здесь разнообразные вот такие принты и прикольно делать именно абстракции мне очень хочется сделать сочетание вот с этим голубым овальчиком еще раз напомню этот слайдер так как имеет широкие большие поверхности чтобы это все не отслаивалась он сделан на прозрачной основе уберете штампик вот эти чем хороша эйсбэйс вам не нужно ничего дополнительно наносить у вас уже есть дисперсия клеевая хорошая что всех вас все равно хорошая клеевая для слайдеров вот здесь нам ничего дополнительно не нужно наносить просушили так давайте так по центру тогда наклеим складочки уберем дополнительно складки у нас еще съедаются при помощи ультрабонда обязательно ультрабондом проходим ира мирошниченко что там так громко вещает в кабинете видать кому-то сессию проводит так все и теперь берем уже красочку и проходим красочкой так как сегодня у меня цель сделать больше абстракцию поэтому я делаю это симметричное покрытие чем хороши краски все-таки в отличие от гель-лаков краски они практически не текут они пастозные и не комфортно работать особенно начинающим мастерам можно в принципе было поталь сверху положить но у меня сейчас еще текст он пойдет и к нему пару ноготью просто покроем красным просто покроем однотонным красным вообще красный цвет он достаточно сложный для дизайна и рекомендуется красный использовать все таки больше для однотонного покрытия согласны что вот на красном цвете дизайн желательно особо не делать если делать там прям подумать какой это будет дизайн а большинстве лучше вот использовать просто однотонное покрытие что красный цвет он самодостаточный плюс краски как правило мы как наносим она не носим отдельными кисточками отдельные кисточки они более плоские вам все равно приходится делать легкое надавливание на кисть и соответственно покрытие все равно ложится более тонким слоем вот это в отличие от гель-лака поэтому экономия это раз слой толщина минимальные т2 себестоимость соответственно ниже это три но очень много плюсов в работе с красками очень много плюсов работе с красками обязательно попробуйте вот хотя бы какие-то такие базовые основные цвета тут живут белый что французский маникюр и рисовать все равно комфортнее лучше отдельными кистями из баночки минокраски гелевые чем гель-лаком кто бы что не говорил все равно сто раз удобнее это делать красками так суши перекрываем сейчас вот этот вариант в этим матовым перекроем если я планирую матовым перекрывать предлагаю пройти сначала топ слайдером чтобы выровнять поверхность тоже все таки для матового топа желательно чтобы у нас поверхность была выровненная чтобы никаких неровности не было суши так теперь берем жидкий камень гель еще раз повторю смотрите красные покрытия они самодостаточные лучших не использовать для дизайна вот но если решили делать дизайн то во первых сколько его должно быть возможно это буквально например два больших пальца сделать дизайн только на больших пальцах эти все пальцы будут красные например да потому что тоже хорошо когда здесь ничего не отвлекает от красного цвета большие пальцы они у нас как правило сами по себе дальше матовый топ вообще матовый топ идеально ложится по дисперсии конечно конечно в идеале использовать лучше когда вы матовый топ наносите сразу на цвет да у цвета любого всегда есть дисперсия матовый топ тогда идеально ложится вот но если был какой-то дизайн и по какой-то причине уже дисперсия отсутствует то конечно матовый топ лучше наносить в этом случае на что-то с дисперсией если брать ими что-то с дисперсией я очень люблю использовать топ слайдер как промежуточный топ вот это как здесь дизайна сейчас много поэтому мы с вами нанесли топ слайдер дальше берем кисточку любую тоненькую возможно возрастные клиенты такое не захотят делать но молодежь сейчас любит делать очень объемные какие-то вещи ты называть городе азиатский дизайн что-то если взять нашего дистрибьютора из кореи вот у них дизайны вроде как вот именно они немножко другие вот я вот периодически очень люблю к ней заходить смотреть что у него там есть и сейчас у них все равно от визе инстаграм забиты колбасками длиннющими вот мы его делаем при помощи жидкого камня геля снимаем липкость и потом просто текст он наносим быстро и при этом не пачкается топ также это можно делать пигментами вот я это не люблю делать пигментами потому что обязательно к матовому топу где-нибудь на что-нибудь прилипнет обязательно пигмент такая зараза она прилипает ко всему вот поэтому я люблю работать тексту нам так а эти ногти давайте сделаем глянцевыми что матовый топ он свет немножко глушит под глянцевым топом цвет более сочный так слушаем и сейчас будем делать зелененький вариант если не кстати вся в зеленом видели если новая блузка так но здесь не обязательно прям две минуты в этом случае сушить жидкий камень и гель вообще хорошо две минуты сушить в идеале чтобы у него была более или менее такая глянцевая поверхность нечисто времени нет поэтому я просто обезжириваю текстуна самое главное правило его нужно накладывать на глянцевую поверхность поэтому дисперсию лучше жидких камней убрать поэтому обязательно на youtube сегодня загляните там есть еще два мастер-класса с этой коллекцией вот тоже классные там девочки показывались с текстоном и со слайдерами кто кто кстати в ю тубе смотрит периодические ролики или туда не заходите практически пишите кто смотрит youtube канал так сушим дальше текстуна феном но я уже сейчас я не буду включать то что мне сейчас тут у меня здесь куча всего на столе и с просто все это себе сдую сейчас я беру топ т-класс хочу пройтись эти детальки сделаю объемные очень редко кто-то я с удовольствием смотрю я сейчас рекомендую вам на youtube потому что видите не все имеют возможность сейчас сидеть в контакте потому что если вы сейчас находитесь в инстаграме значит скорее всего вы не стали сидеть в контакте то что мало кто себе завел аккаунты в контакте либо завели а вернее аккаунты но с трудом заставляете себя находиться в этой социальной сети потому что она действительно не очень удобно не такая удобно как инстаграм вот поэтому рекомендую вам youtube канал потому что там консолидируется все мастер-классы в том числе с контакта так ну вот такое сочетание да и еще раз повторю что желательно вообще красный использовать даже без дизайна зеленым обстоит все по-другому зеленые достаточно хорош для дизайна здесь смотря просто какой дизайн будем делать так мы сейчас что-нибудь похожее сделаем с вами так зеленая окрасочка вердуры по-итальянски я прочитала по-моему они по-английски так берем не жарко галь включи кондиционер пожалуйста я сейчас умру дочь мне также жарко кондиционер не включу так здесь предлагаю сделать зеленый не на весь ноготь классный зеленый тоже такой плотный при желании в принципе вот и зеленый вот этот и красный можно положить в один слой но это опасно можно перепутать толщину это просто не высохнет вот но зато и эти слои они могут быть максимально тонкие максимально тонкие так делаем вот такое асимметрию сушим завтра у нас с вами также прямые эфиры завтра с чем я завтра работаю не помню расписание я выкладывала в stories обязательно посмотрите в следующей неделе также с понедельника по пятницу прямые эфиры заметили что очень много сейчас эфиров за последние несколько месяцев постоянно идут эфиры виду эфиры здесь в контакте не в инстаграм не только я но и также эксперты по моделированию у нас работает юля донченко это мои девочки вот кто не называют помощники правая и левая рука две юли у меня сейчас работает с ними очень интересные прямые эфиры вот поэтому обязательно смотрите постоянно расписание она меняется у нас периодически вот но здесь всегда интересно пересмотрите ленту в основном одни прямые эфиры мало что там выкладывается я выкладываю бывают какие-то свои личные фотографии но и все равно относительно мастер-классов и этих какого рилсов с прямыми эфирами их мало хочется даже не знаю блин почему-то апельсины хочу хотя сюда кстати классно гранаты подходят вот на ю тубе мы гранаты использовали там юля фролова показываю давайте наверно с апельсинами сделаем так апельсинчики мы будем сочетать с цветочками ну вы знаете я здесь за последние две недели уже не первый день работаю с этими слайдерами которые называются апельсины очень хороший летний слайдер классный здесь я предлагаю сначала покрыть топ слайдером в любом случае если мы в предыдущем варианте топ слайдер не использовали потому что у нас была белая база нам было удобно сразу же это покрытие использовать для приклеивания слайдера так как здесь у нас нет белая база мы наносим топ слайдер делаем при помощи него липкую поверхность сушим топ слайдер здравствуйте девочки всем привет обратили внимание что сейчас инстаграм по охватом вырос вернулись охват и не такие конечно как они были до блокировки инстаграм но все равно охват и выросли вот потому что многие посидели в контакте кто-то вообще нигде не посидел вот привычка к социальным сетям она есть и многие вернулись до обратно вот поэтому здесь вас все равно много те кто все равно научился пользоваться vpn мне сейчас кстати новый классный vpn не сын установил вот сейчас я его по тезь потестировать наверное недельки 2 если чё потом скину обязательно в stories поделюсь с вами этим я его сейчас попробую купить меня видите у меня последнее время не получалось купить хочу попробовать купить сын пообещал что он как-то мне там сделает эту покупку потому что сейчас я не могу купить ну как всегда золотишко так здесь вот в центре нужно будет еще разочек топ слайдером покрыть весь ноготь мы не перекрываем сейчас на фольгу хочу сверху приклеить vpn смотрите у меня сейчас vpn называется 360 он вот прям так и пишется но я его пока тестирую но вроде как очень хорошие смотрите вот так вот и пишется vpn 360 забейте в appstore в поисковике вот сейчас я буду пробовать покупать потому что проблема в том что не все могут купить это надо говорю молодых либо программистов кому-то искать кто знаете вот разбираются золотишко сюда цветочки как удобно конечно слайдеры клеить на при помощи штампика да зеленый видите чуть по-другому с ним легче делать дизайн по-другому смотрится все это сейчас знаете что предлагаю сделать сейчас мы ультрабондом перекроем перекроем ультрабондом перекроем слайдером что такое количество дизайна есть еще и попадает на свободный край лучше выровнять чтобы наверняка сушим и теперь прикрываем матовым и потом я хочу апельсины сделать объемные сейчас сделаем объемные апельсинчики сейчас благодаря матовому топу это все немножко у нас станет глухим и за счет глянцевого топа апельсины выйдут на передний план а фольга уйдет на дальний план для этого мы берем с вами любой топ без липкости я люблю брать теклас и несколько заходов делаем объем сразу опережаю вопросы когда будет джемте клер он будет в любом случае просто я уже рассказывала почему сейчас нет многих скульптурных гелий у нас был арестован груз очень большой где находилась сырье для скульптурных гелей джемте клер в том числе это скульптурный гель вот и сейчас у нас небольшой сбой временный вот но многие вещи сейчас едут едут скоро доедут надеюсь что джемте клер в том числе получится произвести хотя бы концу лета начало осени что должен был быть он у нас еще весной так ну смотрите эти как можно топом без липкости вот в два захода сделать небольшой объем с можно вот так листики пройти сделать тоже несколько слоев делаете при помощи дополнительных каких-то элементов делается красивый дизайн при этом мы не рисуем ничего при этом мы с вами ничего не рисуем сушим 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 прямо до в два в три захода делаете аккуратно чтобы ничего не растекалась для этого тогда не нужен скульптурный гель без липкости но все равно я думаю что он нам в любом случае нужен так здесь у нас получается ой красный маникюр как ей говорила ну такой дизайн да я бы сделала только на два пальца 4 пальца оставила бы пустых все этот у нас вариант готов ну и к нему тоже можно добавить как добавить пару ну вот так же однотон лучше сделать и можно сделать вот такой вариант сейчас я попробую сделать сегодня мы с вами работаем красками это две новые красочки мы уже показывали несколько эфиров вот я сама просто еще не работала поэтому сегодня мне захотелось именно этими красками поработать так еще раз берем зеленую краску название у нее я читаю по-итальянски вердуре так и давайте здесь раз делаем также асимметрично но только по кругу сушим такой хороший холодный зеленый вот как он смотрится под матовым как смотрится под глянцевым они кстати очень разные вот особенно красный он прям вот по-другому смотрится глянцевый и матовый на зеленом так незаметно а на красном сильно видна разница стоп слайдер главное маникюр испортить мне мой его берегу сейчас я кстати коррекцию на коррекцию да наконец я не буду сама себе ногти делать так радует а то я измучилась вся делать маникюр самой себе на правой руке на левой то я люблю делать это же мое хобби делать себе маникюр а здесь я сделаю коробку оранжевую руку любите ходить с разными руками я очень люблю вообще не парюсь потому почему они разные делаю оранжевую руку потому что у меня новое оранжевое платье вот и я хочу периодически что у меня это оранжевая рука подходила под это оранжевое платье здесь видите наоборот делаем центре на пустом месте клеим наш апельсинчик а Боже, какой фильтр, кошмар. Нормальные свои фильтры. Уродская. Давайте без фильтра. Короче, мне вот, кстати, зеленый, сейчас я сюда очень подошла. Даже думаю, может, правда, зеленую руку сделать вторую? Нет, будет оранжевая. У меня новая оранжевая платья восхитительная. Поэтому у меня будет оранжевый маникюр. Причем я даже не хочу дизайн делать на эту руку. Хочу просто, чтобы была однотонная. Сделать втирку. Это оранжевый цвет из коллекции My Impulse. Я себе буду покрывать. Так, если есть вопросы, смотрите, я могу сейчас быстренько поотвечать на вопросы. Потому что, в принципе, я все показала, что я хотела показать. Еще раз напомню, мы сегодня работали двумя красочками, которые называются, она итальянский манер вердуры и фламы. Красный, холодный. Причем что зеленый холодный, что красный холодный. Мне нравится, как в Инстаграм теперь. Заходишь в прямой эфир. Вопросы есть, но они перебиваются большим количеством. Присоединиться, присоединиться, присоединиться. Видимо, люди не могут присоединиться. Катя, краски правильно наносить на моделированные ногти тонким слоем. Смотрите, краску можно наносить также на ногти, сделанные и гель-лаком. Но главное, чтобы этот гель-лак действительно был смоделирован, чтобы была хорошая толщина. В идеале краски использовать на классическую систему. Ногти, которые сделаны жесткими гелями, неважно гели во флаконах, вы знаете, что в Эмми у нас сейчас очень популярный, пользуются большой популярностью гели во флаконах. Это черная линейка, у нас там на них прямо написано Эмми Гель Систем. Также они у нас идут вот в таких банках. В идеале краски используют под жесткие системы. Так как 50% мастеров даже больше работают сейчас с гель-лаками, то краски тоже можно использовать на гель-лаке. Но при условии, что ногти будут такие, знаете, вот прям жесткие, не гнуться, чтобы они были прям хорошо смоделированы, тогда краска и французский маникюр краской будет хорошо носиться. Все. А так все обычно, как любое покрытие, лучше делать на дисперсионную пленку, либо на запиленную, зашлифованную поверхность. Есть, кстати, отличие, вот чем отличается краска гелевая от гель-лака. Вот есть такой небольшой нюанс. Вот гель-лак, так как соков, он присоединяется даже к обезжиренной поверхности. То вот краску гелевую лучше не наносить просто на обезжиренную глянцевую поверхность. Лучше запилить, зашлифовать, вот, либо на дисперсионную пленку. Что можно добавить м-пасту, чтобы покрывать топом? Есть лайфхак. Если у вас лежат м-пасты, это краски без липкости, и их применяют только для росписи, только для элементов дизайна. Но вы хотите израсходовать для покрытия, вы берете топ с липкостью, добавляете туда, причем, кстати, не имеет значения, какой топ, классический топ, гель-лаковый топ, перемешиваете где-нибудь в палитре, там, может, в отдельной баночке, и у вас получается окраска с липкостью. И получается, так как там топ внутри с липкостью, то уже можно использовать как покрытие от кутикулы до свободного края. Вот, прям запомните этот лайфхак, иногда бывает такое, вот в м-пасте есть красивый цвет, а покрывать м-пастой нельзя, потому что она слишком пастозная, она не выравнивается, но она просто скалываться будет, и с нее топ будет скалываться. Вот, то есть здесь можно перемешать с топом без липкости, и будет вам счастье. Получится краска с липкостью, которую уже можно использовать для покрытия. Чем можно заменить базовый гель для красивых подтеков имитация пятен. Ну, любой базовый топ жидкий, чтобы он был. Здесь, понимаете, можно и топ брать, но он должен быть прям вот жидкий, как водичка, с дисперсионной пленкой. Поэтому мы базу, например, используем, потому что она жиденькая, как водичка, и по ней все очень хорошо растекается. Вот. Какие еще вопросы? Спасибо, вы такая молодец. Вам спасибо, что присутствуете на эфирах, поддерживаете. Потому что очень важна обратная связь. Потому что вот у меня первое время, когда инстаграм заблокировали, ну я, во-первых, вообще не заходила месяц в него, вот, и так как все равно небольшой процент ушел, статистика обвалилась, упала, и мне казалось, что вот я здесь сижу, веду эти прямые эфиры, мастер-классы, а это очень много времени занимает. По факту это сейчас много лет моя работа. Я работаю блогером, и, ну вот кто-то, когда я говорю там, я блогер, все сразу такие хи-хи-ха-ха, а я всегда говорю, а вы попробуйте поработать блогером, тем же нейл-блогером, вести бесконечное количество эфиров, мастер-классов снимать, мастер-классы, сторисы снимать. Это занимает колоссальное количество времени. И, конечно, если я не вижу, как, знаете, такую обратную связь, отдачу, немножко начинаешь сдуваться. Вот сейчас я прям вижу, что охваты возросли, статистика выросла, поэтому вам спасибо большое, что вы вернулись в Инстаграм, вот, научились пользоваться VPN. На самом деле ничего сложного нет, просто периодически нужно VPN-ы менять, вот, либо купить, не экономить, а купить какой-нибудь хороший VPN. Вот, мне еще, знаете, какой сын порекомендовал VPN, он говорит, если вот этот 360 VPN не получится купить, или мне, например, не понравится, он говорит, попробовать установить Касперский. Вот, еще рекомендовал очень Касперский VPN, говорит, что это прям вообще один из самых лучших, поэтому. Еще попробуйте в App Store поисковик забить Касперский. Хемобаза можно как подложку. Да, конечно, можно. Да, эфир сохраню. Вот, к вечеру сейчас выложу обязательно. Обязательно, девчонки, сохраню. Мы, смотрите, я нет, я очень редко, когда не выкладываю эфиры. Бывает такое, что там один из десяти я не выложу. Все остальные эфиры, они все сохранены. Вы просто на значок эфира, на треугольничек нажимаете, выскакивают все эфиры, и вы можете их в спокойном режиме пересматривать. YouTube канал, обязательно заходите на YouTube канал на наш. Там сейчас девчонки выкладывают абсолютно все эфиры со всех площадок, в том числе из контакта. VPN Turbo работает супер, уже больше пяти лет стоит. Вот, спасибо большое. Что тебе сказали? У меня просто проблема, почему с VPN? Я не могу купить VPN. У меня номер телефона мегафон, и мне сказали, на мегафон я не смогу купить в App Store. Я собиралась менять телефон, писать моему телефону 20 лет. Я собиралась менять номер телефона, а тут мне сын говорит, я сейчас придумал, как-то он мне купит на мой телефон, но через свой номер. Вот, не знаю, как он это сделает, он говорит, увидишь, все получится. Видите, вот дети, подрастающее поколение, они, конечно, разбираются больше, поэтому. Простите ваших детей, чтобы они вам помогли с VPN, с покупкой, потому что, видите, их покупать надо, потому что бесплатный трафик у VPN, он заканчивается, когда? Да, через трое суток, через, ну, опять же, смотря, как вы пользуетесь. Я активно, я веду эфир, мне вот один эфир провести, и бесплатная версия VPN, и закончилась. И приходится новый устанавливать, и так до бесконечности. Вот, поэтому я сейчас планирую купить. Ну что, я себе прям нравлюсь, смотрите, я без фильтров. Без фильтров все-таки есть. А, нет, работает фильтр, походу. Ладно, всем. Можно с сохранением номера перейти? Да, я знаю, что можно сохранить номер и перейти на нового оператора. Этот вопрос я ищу, да. Я как бы в любом случае иду к этому, потому что я поняла, что мне нужно уже покупать VPN, потому что мне на Кипре было очень удобно, вы себе даже не представляете, как. Мне там, как блогеру, очень удобно находиться. В плане, я могу пользоваться Инстаграм, сколько хочу, как хочу монтировать, выкладывать. Это ничего не зависает, ничего не блокируется. Сторисы комфортно, все загружается, прямые эфиры не лагают. И вот здесь мне, конечно, так как это моя работа, Инстаграм, а это моя работа, я работаю в Инстаграм, ну, по 10 часов в день. Это очень большой объем времени занимает. Все равно те же сторисы снимать, это очень много времени занимает. Вот, поэтому мне, конечно, на Кипре было очень удобно. Ну, сейчас вот будем думать, как сейчас я здесь в России буду, потому что я в мае уже перед отлетом не могла ничего вести, никакие эфиры. Вот кто был на майских эфирах, помнит, у меня постоянно все зависало. Ладно, всем хорошего настроения. Ждем вас ВКонтакте в официальной группе. Сейчас в 2 часа Наташа Коклюгина будет рисовать. За что люблю нашу Наташу Коклюгину, кто не в курсе, это преподаватель, который работает у нас уже 16 лет. Этот человек со мной 16 лет, прикиньте, это же вообще просто. Я говорю, у нас уже дети, внуки подрастают, говорю, все на наших глазах. Так, все эфиры с Наташей Коклюгиной, если видите, там везде, значит, будет художественная роспись. Это значит, она будет рисовать. Она у нас ведущий преподаватель по росписи, до сих пор. Представляете, вот несменный преподаватель. Она когда-то меня заменила, и вот сколько лет уже прошло, и вот до сих пор она ведет эти курсы. Представьте, вот кому скажи, никто не поверит. Но обычно сотрудники там больше 5 лет не работают. Но все равно устают, хочется чего-то нового. Вот, она до сих пор у меня роспись преподает. И курс в последний раз художественной росписи в онлайн перезаписывали уже с Наташей. Она там главный эксперт. Вот, поэтому в 2 часа ВКонтакте в официальной группе. Все, всем пока.